Всем привет! Наконец-то я во влоге! Не было настроения снимать, женские дела, сами понимаете, валялась я двое суток, но при этом еще что-то делала, ковер постирала, наволочки. У меня есть подушки, которые я сама шила, если помните, маленькие такие, они на диване у меня постоянно лежали. Вот, я просто чехлы нашила, туда забила от подушек старых наполнитель. Чтобы их постирать, нужно наполнитель вынуть, потом, ну, их распороть, вынуть, постирать. Они высохли, теперь нужно обратно все заправить, сегодня буду этим заниматься, но мы с Юрой сегодня ездили в эпицентр, ему нужно было... Что звонит? Позвонили мне БКК, тортики, и завтра у них мероприятие будет в парке партизанской славы, но, к сожалению, я не смогу быть, поэтому хорошо, что позвонили, я сказала, что не приеду. Ко мне приехала посылка, вот такая огромная посылка, тут платье, которые я возьму с собой в отпуск. Мы с Юрой купили в эпицентре вот такой вот дартс. Не знаю, насколько хорошие вот эти вот штуки, он стоил вообще 100 гривен, 120 гривен, что такое, копейки. Сейчас буду пробовать, ну, мне кажется, так, чисто с кому сбить нормально будет. Я купила себе зеркало, наконец-то, красивое вот такое. Вы знаете, в эпицентре зеркал полно, но не все они качественные, то есть сделаны просто, ну, Китай. Хотелось что-то такое интересное, я выбрала вот такой вариант, очень даже инстаграммное, так скажем. Мне нравится, но это пластик, кажется, что это не пластик. Юре не понравилось, сказал, что как у бабушки. Ну и что? Кстати, у моей бабушки было такое зеркало, только золотого цвета, по-моему, если не ошибаюсь. Оно еще не... Оно еще не вкручивается, прикиньте. О, боже. Кое-как получилось. Смотрите, какое красивое. Мне очень нравится. Прикольно выглядит. Здесь сторона, из которой увеличивает, и обычная сторона. Но оно довольно... Ну, не сердечко, потому что я свое сердечко постоянно переворачиваю, и сердечко превращается в немножко другое место, к сожалению. Вот, но вот это вот оно очень круто будет. Все видно. Еще купила салфетки, мне вот эти вот нравятся. Здесь 150 штук. Оригами. Кто изготавливает? Делюкс какой-то, не знаю. Луцк, кстати, делает. Вот, они прикольные. Юрка маски положил. Хотя я говорила, что в аптеке лучше у нас продаются. Я купила, повторила еще вот такие лоточки. Помните, я когда-то брала? Три, по-моему, комплекта. Здесь три в одном. Маленький, средний и большой. Вот, очень удобно. Удобно их мыть. Пластик довольно хороший, так не царапается. И хранить специи маленьких, например, да, или что-то еще можно. Очень классно. Я взяла две штуки. Они под 28 гривен. Юра взял вот такую кисточку себе, компьютер чистить. Ну, очищать от пыли. То, что вообще склеит мир, все проблемы решит изолента. И я взяла себе вот такую шоколадку. Сейчас буду приступать. Так, я повесила. Смотрите, они на магнитах. Они совершенно безопасны для деток. Прикиньте. Я в шоке. Первые такие вижу. Вот. Ну, давайте бросим. Я одну мимо бросила. Вот так вот. Ну, вы поняли, да? Как я умею. Ну, с иголками было бы интереснее, конечно. Девчонки, там столько красоты. Но я уже в отдельном видео сниму, чтобы влог не засорять. У меня есть основной канал про одежду. Поэтому оставляю. Заходите, кто еще не подписан. Ой, не дождусь уже. Вот, смотрите. Я заказала. Здесь и куртка даже есть. И Zaffel. Девочки, Zaffel на самом деле. Это один из таких качественных китайских магазинов. Я, ну, конечно, подозреваю, что это все с одного склада. New Cheek, Zaffel и Dress Lily. Вот эти вот все. Но вот этот Zaffel я обожаю. Я поначалу с ними сотрудничала. У меня столько классных вещей до сих пор. Помните мою зеленую кофту, которую я беру только в Затоку? Такая огромная с капюшоном. Плюшевая. Вот это вот тоже Zaffel. Это платье, куртки, кофты и ремень. Еще ко мне вторая посылка едет. Это еще не все. Здесь вот сколько всего всякого. Всем доброе утро. Всех с праздником. Ой, истребители полетели. Видно? А ты говоришь, сейчас только не лететь будут. Ух ты, Клаус. Как шумно. Я еду к маме на Ульке. Юрка дома остается. Наказан. Непонятно за что. Ну так надо. Да я пошутила, Юра. Что воспримешь всерьез. Возвращай на Дзэнь. Дзэнь. Вот. Такие дела. Ребята, я уже с мамулькой. Мы поели роллов, суши. Сейчас идем, гуляем по территории. Погода невероятная, да? Казалось бы. Сколько сейчас? 26 градусов. Но как-то теплый ветер очень. Я надеюсь, что осенью нам повезет и будет тоже тепло. Здесь территории дальше продолжают, что-то строят. Еще ЖК. ЖК, да? Дальше. Ну, комфорт-тауна, от комфорт-тауна будет торговый центр, да, какой-то, говорят? Ну, я не знаю где это. Где-то там. Не знаю. Где-то за стоянкой. Посмотрите, какая площадка классная. Это школа. Да, в Киеве такое есть. Вот это вот школа. А я ходу по турнике? Угу. Турники. Это все как положено. Круто. Вот такое, видели? Смотрите, какой тут тренажерный, классный. Офигеть. И еще никто ничего не стырил. Купили пироженки, зашли в молоко вид фермера. Нам посчитали, короче, начали считать, высвечиваться. Тут вот это вот все. 600 с чем-то гривен. Аж заикаться начала. За килограмм. Вот коричневый пирог. Видите пирог посередине коричневый чизкейк? Типа килограмм 400 гривен почти. 398. Да. И она так и посчитала. В кассе 398 грамм стоит. Угу. Я говорю, простите, аж у килограмм. Но если бы мы были невнимательные, мы бы заплатили 600, почти 700 гривен. Угу, да. Так, девчонки, вы такого еще не видели? По крайней мере, я такого еще не заказывала. Покажу вам заказ с фаберлик. Наконец-то мои ногти будут целые. Я заказала вот такую классную штуку, терка, такая мини-терка для чеснока. Она просто идеально подходит. Это я чеснок люблю, часто использую, тру его и постоянно стираю ногти или пальцы. Я, кстати, недавно сделала маникюр, поэтому как раз в тему. Очень удобная. Здесь есть такая давилка, то есть вы не пальцами трете, а вот этой пластиковой штукой специальной. Это плюс. Это классная вещь. Потом я заказала, конечно же, подсмотрела немножко у Крис, пощупала, потрогала и себе повторила. Вот такие вот щипчики для кухни. Я знаю, что многие таким пользуются. Я раньше не пользовалась. И вот решила наконец-то себе приобрести для пасты, для салатов. Это очень удобно. Вообще, что-то переворачивает даже. Это вообще просто бомба. Вот эти вот вещи на фаберлике как раз недорогие, но очень качественные. Что касается именно для кухни, там посуда есть также. Вот, как видите, есть еще вот такие варианты. Я хочу черпак заказать, потому что то, что я купила в Икеа, мне не нравится. Он не очень удобный, мыть его неудобно. Щеточка у меня есть, еще вот такая ложка. Мне тоже понравилась. Ну, такая лопатка я пробовала. Не знаю, может заказать, попробовать еще. Распробовать ее. И ножи здесь хорошие, металл хороший. И приборы, вы знаете, у меня практически уже все приборы золотые такие красивые. Вот, тоже от фаберлик. Бокалы интересуют. Сразу хочу отметить, мы с Юрой попробовали, точнее Юра попробовал и сказал, что реально классная вещь. Мы покупали за 400 гривен новой линии, но качество, я вам скажу, не очень. Я рассказывала в историях, я выбросила ее в мусорку. Вот, поэтому решила заказать, попробовать вот такую точилку на фаберлик. Смотрите, как она круто выглядит. Здесь аж целых... Она еще снимается, слушайте, представляете? Она еще снимается. Я так понимаю, мыть можно, можно менять, возможно. Слушайте, здесь вот даже шлифовка есть. Первый такой более грубый вариант наточить, потом более мелкий. И шлифовка. Очень круто точит ножи. Мы проверили, 100% говорю, потому что проверено. Рекомендую фаберлик. Это заказательная тоже там не супердорогая. Я вам оставлю ссылочку, там все цены, можете ознакомиться. Здесь есть вот такая вот мягкая накладка, как раз, которая предотвращает скольжение по столу. Очень рекомендую. Прям от души рекомендую. Классная вещь. У Крис тоже увидела, не могла сдержаться. Заказала себе вот эту красоту. А то у нас эти баночки, скляночки. А теперь смотрите, что у нас будет. Вот такие красивые для перца и для соли. Заказала две штуки. Вот сейчас как раз пойду и поставлю на кухню. Здесь вот мелкая. А, да, здесь смотрите, в принципе, крупная есть. Я так понимаю. И мелкая. Вот мелкая. И крупная. Как раз подойдет для крупной соли. Я очень часто использую именно крупную каменную соль. Люблю ее. И, блин, это реально находка тоже недорогая. Плюс, когда вы регистрируетесь, там акция. Вы знаете, что скидка идет. Если вы просто зарегистрированы, то вам там минус 20-30% бывает еще бонусы попадаются. Поэтому я, кстати, сейчас сижу на мяче тоже из Фаберлика. И этот мяч мы до сих пор его не складываем, не сдуваем. У нас в комнате постоянно мы его надули. Раньше он был в таком полуздутом состоянии, потому что мы любили облокачиваться, делать из дивана кресло. Теперь опять надуло, потому что спина болела. Немножко на нем полежала. Вроде бы как прошла. Еще одна вещь на кухню. Тоже подсмотренная. Потому что мне важно было пощупать, потрогать, потом заказать. Вот такая лопатка. Лопатка для оладий. Вообще все, что угодно можно переворачивать. И она полностью вот здесь вот идет кончик силиконовый. То есть он не жесткий. Вот это вот круто. Качество тоже хорошее. Крис давно пользуется, поэтому тоже себе заказала. Следующая заказала, повторила ополаскиватель для рта. Вот такой вариант. И вот такой вот с грейпфрутом. Я уже пробовала его, заказывала, поэтому повторила. Очень тоже понравился. Без мыла никуда. Часто моем руки, поэтому два варианта мыла. Это именно карамбола и маракуйя. И маннарин та бергамот. Обожаю. Вот эти вот ароматы. Они очень такие насыщенные. И правдоподобные, что немаловажно. Еще впервые заказала себе вот такие короткие носки. Вот. Уже осень все-таки как-никак ближится. Ой, они еще с узорчиком. Слушайте, здесь получается 39-41 размер. Классные, с узорчиком. Здесь вот такой вот узор. Черные, белые и синие. Качество, кстати, неплохое вам скажу. Ранее заказывала специальный отбеливатель. Жидкий, который я просто обожаю. Кислородный, кто помнит. Показывал уже неоднократно его. И к нему решила заказать вот такую штуку, чтобы удобнее было наносить. Здесь, кстати, так понимаю, да, и закрывается, и открывается. Вот. Сейчас ставлю, буду использовать. Как раз побрызгать лучше, чем просто налить. Потому что так расход получается больше. Ну, а я вся такая уже надела новое платье. И сейчас пойду в магазин. Хочу выпить кофе. И хочу купить, приготовить что-то на ужин интересное. Возможно, сегодня будет рыба. Или тюлечка. Не знаю. Очень хочется мундирку. Ну, так как старой картошки совсем такой старой не найти. Вот. Я думаю, можно будет что-то придумать. Посмотрим. Я взяла кышмыш. Не очень его люблю, но другой виноград там был кислый. Поэтому решила взять кышмыш. Сейчас перекушу йогуртом. Захотелось мне гранатового сока. Юрка подсел на кефиры. Взяла кустой. Именно молокия. Очень вкусный. Но я его не пью. Взяла два брикета вот таких вот ножек. Здесь истыгно. Игумилка. Это все в духовке хочу сделать. Баклажаны порежу. Сейчас солю. Засыплю немножко. Пусть горечь идет, если они горькие. И потом уже в духовку вместе с мясом. И батон. Мы редко покупаем хлеб, но вот батон что-то захотелось. Еще картошки взяла мелкой такой. Хочу отварить потом духовку уже к этому всему положить. Пока будут баклажаны настаиваться. Ну, вот такие покупки. Примерно на 300 гривен получилось. Завтра у нас с Юрой концерт. Ну, точнее, не у нас концерт. Мы идем на унуку. Ни с того ни с сего Юра неожиданно сказал. Хочешь на унуку? Я говорю, хочу на унуку. Взяли, купили билеты. Билеты, конечно, не супер дешевые. Но, блин, нужно оторваться. Серьезно. Мы так на концерты только по работе ходили. Ну, вот именно по Юриной работе. Поэтому завтра будем на унуке дергаться, дрыгаться. Там, в принципе, музычка у нее неплохая. Вот, и уже готовимся потихоньку к отпуску. Еще, можно сказать, несколько дней, и мы уезжаем. Погода, конечно, нас не радует. Ребята, сейчас смотрю. Дождь сыро, очень сильно сыро. Дождь был, гром был, ну, и так вот всю неделю. Я не знаю, как будет на нашу поездку. Надеюсь, что все пронесет в другую сторону.